Смотрите сегодня в выпуске. Покупатель, Центр инновационных технологий, принято мэром города решение о покупке. Итоги работы по улучшению инвестиционного и делового климата подвели городские власти, а также наметили планы на следующий год. Погружаюсь в атмосферу 19-18 века, и это достаточно, так сказать, круто, что ли. Рождественский бал отгремел в первой гимназии. Не спасая даже то, что на транснефте нарисовали зебру, там детям не перейти. Школа номер 10 станет безопасной. На это в бюджете заложены средства. Сегодня называется био, то есть био от природы. То есть это биоформы, биолавка, биосветильник. В Хабаровске подвели итоги смотра конкурса «Град-дизайн-2018». Мы должны говорить «корова», но показывать «о». Экспресс-курсы сурдоперевода открылись в Хабаровской духовной семинарии. Что такое свобода? Это вседозволенность или это какое-то ограничение, которое полезно для человека? Седьмые рождественские образовательные чтения при Амурской митрополии стартовали в Хабаровске. Если собака лает, то свинья что? Хрюкает. Чем запомнился год собаки и чего ждут хабаровчане от наступающего года свиньи? Горнолыжную базу «Спартак» покупает муниципальный центр инновационных технологий. Цена 150 миллионов рублей. Сейчас идет процедура по оформлению документов. Однако городские власти уже сегодня строят детальные планы по развитию горнолыжных спусков на Хихцире. Планируют увеличивать территорию с 20 гектаров до 300. После отведения земельного участка мы параллельно делаем мастер-план. Уже конкурс этот проведен. Работает сильная организация проектная, которая имеет опыт работы и в России, и за рубежом. В этом году инвесторы вложили в предприятие краевого центра 75 миллиардов рублей. Развиваются крупные проекты, индустриальные парки, реконструируется аэропорт и строится аквапарк. Компании, которые строят жилые кварталы, получают рассрочку за подключение к электросетям водоводу теплу. На городском инвестиционном совете мэр Сергей Кравчук выступил перед участниками с посланием. В следующем году Хабаровск вновь ожидает большие инвестиции. Будет построена новая школа в Волочаевском городке и три детских сада в железнодорожном и индустриальном районе. Большую работу предстоит сделать в развитии дорожной инфраструктуры. Начнем строительство и частично в работу возьмем улицу Тихоокеанскую и развязка улица Большая, Шелесто-Тихоокеанская. Мы закончим работы по улице Запарина. В общей сложности предстоит построить и отремонтировать 63 километра дорог. Вложения инвесторов положительно скажутся не только на инфраструктуре, но и на рынке труда в целом. Антон Примачев, Александр Марченко, Хабаровс События. Валерия наносит последние штрихи перед выходом в бальный зал. На такие танцы девушка собирается впервые. Поэтому работа над образом началась за полгода до вечера. Рождественский бал в первой гимназии – событие, на котором важна каждая мелочь. Я очень долго искала платье, в итоге нашла. Это очень сложно на самом деле – ходить по магазинам, либо как-то покупать, либо брать его на прокат. А вот Софья Цверко как раз из тех, кто создает такие платья. Она сшила уже вторую коллекцию и называет себя модельером. Одно из творений наконец-то надела сама. Остальные платья сдает в аренду и продает. Это платье вдохновлено модой 20 века. Это 1910-е годы. В то время женщины впервые избавились от корсетов. Подобрать себе платье – не самое сложное в подготовке идеального вечера. Кавалера найти куда труднее. В 10-х классах первой гимназии учатся 52 девочки и всего 19 мальчиков. Некоторые дамы нашли себе пару буквально на последней репетиции. Партнеров искали везде. Из других классов, из 11-х классов нашей школы. Но не всех соглашаются. Так как подготовка к экзаменам, было еще сочинение, времени не у всех хватает. Где-то из других школ знакомых также приглашали. Когда гимназисты оттанцевали свой первый рождественский бал, здесь уже и не помнят. Но каждый год школьная столовая преображается в бальный зал. Это настоящее событие для 10-ти классников. Готовятся к нему три месяца. Репетиции по несколько часов с профессиональным хореографом. Все уже устали только от учебы. Мы учимся очень хорошо. Но вместе с тем деткам, наверное, нужно вот это ощущение праздника. И вот именно воспитать дух гимназиста. Они хотят себя почувствовать настоящими гимназистами. Погружаясь в атмосферу 19-го, 18-го века, и это достаточно таки, так сказать, круто, что ли. И ты чувствуешь себя более галантным. Танцы, подарок от хозяйки и игры, в которых играли только на балах. В полной реконструкции гимназических балов 200-летней давности побывали Яна Коробицына, Дмитрий Попуша. Хабаровск. События. Свою дочь-второклассницу Юлия каждый день встречает со школы. По пути разводит по домам несколько ее подруг. Отпускать детей одних опасается. Возле 10-й школы оживленно ездят машины. А чтобы дойти до ближайших пешеходных переходов, нужно сделать большой крюк. Ситуацию не спасает даже то, что на Транснефте нарисовали зебру. Там детям не перейти. Ну, потому что там машины с пионерки летят. Во-первых, утром темно, вечером темно. Кто-то со второй смены. То есть, их не видят. И ребенок даже боится на тротуар вступить. Эта проблема у жителей района возникла не так давно. Лет пять назад вокруг школы началось масштабное строительство. И на территории выросло несколько новостроек. Сначала велось строительство. Территория была загорожена. Как-то все понимали, обходили. Все. Когда же пустили дома, то оказалось, что тротуаров не оказалось. Возле многих новостроек. Пока поток машин сдерживают лежачие полицейские. Полностью безопасной территория станет в следующем году. Здесь появятся светофоры, пешеходные переходы и недостающие тротуары. Бюджет на это уже утвердили депутаты городской думы. Конкретно по школе номер 10 стоимость предполагаемых работ в 2019 году составит 2 миллиона 800 тысяч рублей. Виталий Колтанюк заверил, что работы закончат к началу следующего учебного года. И в сентябре дети пойдут в школу по безопасному маршруту. Дмитрий Павленко, Яна Коробицына, Евгений Власов. Хабаровск. События. Мы должны говорить «корова», но показывать «о». Вот это очень сложно. Координация головы и руки. В Хабаровске стартовали экспресс-курсы сурдоперевода. Обучает основам языка жестов Ирей Игорь Шиляев. Дипломированный переводчик русского жестового языка из города Кирова – духовник вятской православной общины глухих и слабослышащих. Когда я учился в школе, меня родители отдавали в лагерь на лето. И в одну смену в отряде была девочка глухая, которая всех ребят научила дактильной азбуке. И вот я эту азбуку выучил, и я не знал, для чего я ее выучил, не знал, для чего я не могу ее забыть. 13 лет назад в храме, где Игорь нес послушание, открылась община, куда приходили слабослышащие. Общаясь с ними, батюшка совершенствовал язык, переводил на жесты богослужения. Со временем получил дипломы переводчика жестового языка и тифло сурдокоммуникатора для того, чтобы работать со слепоглухими. Службы на языке жестов постепенно становятся нормой. Как правило, тексты священного писания и молитв для глухих в храме транслирует сурдопереводчик. Сам батюшка общается с прихожанами на жестовом языке во время крещения, венчания и исповеди. На курсах в Хабаровске ученикам объясняют лингвистическую базу. Дается словарный запас, то есть необходимо для базового уровня количество слов на жестовом языке, которые можно применять. А дальше все зависит от человека. То есть если у него есть мотивация, и он хочет этот язык изучить, естественно, он его будет учить. В России открываются диспетчерские центры для инвалидов, куда обращаются с просьбами вызвать скорую помощь, полицию, специальные службы, например, чтобы сбить зимой сосульки с крыши. Сейчас очень развивается направление облачный переводчик, когда глухой со смартфоном приходит, например, на прием к врачу или в нотариус и соединяется с диспетчерским центром. Диспетчер по веб-камере начинает переводить врачу то, что показывает ему жестом глухой. Среди учеников социальные работники и служители церкви из разных регионов Дальнего Востока. Меня послала на Ходкинской епархии. Я работаю в отделе социального служения. Мы работаем и с детьми, инвалидами, и с людьми, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Поэтому, я думаю, жестов нам обязательно пригодится. Если вдруг к нам в собор придут люди слабослышащие или глухие, то мы можем уже профессионально и грамотно провести им экскурсию, рассказать о православии, рассказать о православной традиции. Курсы сурдоперевода длятся 72 часа. После ученики сдадут экзамен. В феврале в Хабаровске планируют организовать второй, более углубленный курс обучения. Анастасия Незнанова, Андрей Третьяков. Хабаровск. События. В Краевом центре подвели итоги конкурса «Град. Дизайн-2018». Такое соревнование среди скульпторов, дизайнеров и художников в Хабаровске проводилось впервые. На суд жюри авторы представили и проекты, пока существующие только на бумаге, и те, что уже воплощены в жизнь. Например, в прошлом году в городском парке «Динамо» установили необычные светильники и лавочки. Авторы этого проекта получили из рук именитых архитекторов дипломы и денежные сертификаты. Сегодня называется «Био», то есть «Био» от природы. То есть это биоформы, биолавка, биосветильник и так далее. Поэтому это все давным-давно, в общем-то, испробовано, изведано и инопланетным не назовешь. У нас Хабаровске может исполняться впервые. А в реальности это уже есть и существует. Внимание жюри также привлекли предложение изменить освещение перехода между старым и новым зданием на центральном рынке и дизайн-проект сквера по улице Матезалки. В рамках конкурса организаторы поощрили авторов, чьи работы могли бы в дальнейшем улучшить внешний облик краевого центра. Крупнейший на Дальнем Востоке церковно-общественный форум открылся в Хабаровске в седьмой раз. В этом году все внимание направлено на подрастающее поколение. Темой рождественских чтений стала молодежь, ее свобода и ответственность. Этой проблеме будет посвящено несколько десятков мероприятий, конференции, дискуссионной площадки и конкурсы, которые пройдут в краевом центре с 17 по 21 декабря. Что такое свобода? Это вседозволенность или это какое-то ограничение, которое полезно для человека в том или ином случае? Что такое ответственность? Это есть какая-то такая жесткая дубинка, которая в случае какой-то огрехи сразу же может тебя ударить? Или это то, что помогает молодому человеку выстроить свою жизнь правильно? Я благодарен священнослужителям за их неуемную заботу, труд, да, труд, который они делают и обращают на молодежь особое внимание и говорят им, да, свобода, но есть и ответственность. На тысячу браков, зарегистрированных в Хабаровском крае, сегодня приходится 945 разводов. Исправить печальную статистику собственным примером намерены активисты православного молодежного движения. Они создали фильм о семейных ценностях, которые хотели бы показывать в хабаровских школах. Приходит Новый год к нам и можно свободно ожидать чего угодно, так в песне поется. А вот чего ожидают люди от года свиньи и чем им запомнился год собаки, расскажем в этом сюжете. У нас получился какой-то год северной хаски, почему-то и весной было холодно, и лето не особо теплое. Хотелось бы следующий год потеплее. Южные свинки тогда уже. Ну, в основном все хорошо было. То есть год собаки замечательно? Ну да, шубу купила. Вот это замечательно, в год собаки купить шубу. Расскажи, пожалуйста, и что ты ожидаешь от года свиньи? Еще шубу купить. Нужно ли как-то бушевать в этот год? Год свиньи же. У каждого свое понятие бушевать. Ну, в меру. Петарды – это, само собой, Новый год без фейерверка. Это вообще не Новый год. Под окнами будешь это делать? Нет. Ну, где-нибудь, где мало домов, а то мало ли залетит еще куда-нибудь. Действительно, и вылететь не поймаешь. Да. Песни петь. Петарды навряд ли. Что должно быть на столе в год свиньи? Никакой свинины. Так мне мама сказала. А под столом? А под столом родственники. Что должно быть на столе в Новый год? Ну, свинины, наверное, обязательно. И какую работу хотелось бы получить? Высокооплачиваемую. Чтобы пенсия копилась на все дела. Потому что это год свиньи. Свиньи все поросят любят. Вот, ждем, ну как, здоровья, денег. Каждые несколько лет же год свиньи, как правило. Каждые 12. Каждые 12. Хорошо. Что хотелось бы получить, может быть, в этом году? Диплом. То есть свинюшка должна принести диплом? Ну, вообще, я сам себе должен принести диплом. Со свиньей это не особо связано. Всем добра, счастья, удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok